Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Когда зимой меня спрашивали, как вы готовите почву для своей рассады, из чего, почему она у вас получается такая крепкая, здоровая, я сказала, что весной, когда буду закупать землю для приготовления почвы для рассады, я все буду вам рассказывать. Почву готовлю из чернозема, перегноя, ну и различные добавки. Вот, сейчас я купила машину чернозема и подробно расскажу вам, что это такое и как он отличается от навоза, от перегноя и другой земли. Чернозем это натуральная, природная земля с тех полей, которые не используются человеком. Она формируется, эта почва, годами, десятилетиями, может быть даже сотнями лет. Ее нельзя сделать искусственно, ее не купишь ни в одном магазине. Обычно там какие-то смеси чего-то, а чернозем это тот плодородный верхний слой земли, который славила всегда Россия. Вы, наверное, слышали, что в черноземных зонах России всегда самые большие урожаи. Так что такое чернозем и как его отличить от перегноя, от навоза? Ну, во-первых, чернозем отличается тем, что у него большой, высокий процент содержания гумуса. Ну, а гумус, как вы знаете, это те самые вещества, которые нужны для питания растений. Но, если человек занимается земледелием на каком-то участке, то гумус истощается и восстанавливается очень плохо. Поэтому для продажи чернозем берут с тех полей, которые ни разу не использовались человеком. Ну, обычно там просто растет трава. И вот годами складывается. Чернозем это вот живая земля, та экосистема, которая именно без участия человека сложилась за много-много лет. Это верхний плодородный слой земли. Он, как, вот, среди его характеристик можно назвать такие плюсы, как высокое содержание кальция, который нужен растениям во всех стадиях развития. Нейтральная среда, которая позволяет выращивать на нем любые, вообще любые сельскохозяйственные культуры. И еще один плюс. В отличие от перегноя и навоза, но вы знаете, что навоз это отходный материал животноводства, а перегной это перепревший вот этот навоз. В навозе и перегное такие высокие концентрации вот этих питательных веществ, что использовать нужно с осторожностью. Я вот уже в одном из видео говорила, что даже в томаты нельзя много перегноя добавлять, начинают жировать. Чрезмерное употребление этих почв, вот, как перегной, добавок навоза, могут дать отрицательный результат. А перегной можно добавлять и использовать без ограничения. Только будет хорошо у вас все расти и цвести. Очень хороший результат он дает в компании с перегноем. Вот чернозем и перегной. Я уже сейчас начинаю готовить почву для своей будущей рассады. Вот купила машину вот этого чернозема в нашем городе, стоит 3000. Сейчас я его добавлять буду при посадке во все луночки, во все грядочки, так же как перегной. Потому что у нас почвы песчаные, очень бедные. А вот эта земля, вот сейчас она сухая, а когда мокрая, она прям жирная такая. В ней очень хорошо все растет. Еще с перегноем добавлю и будет прекрасный результат. Это избавит меня от дополнительных подкормок в течение сезона. Лишний раз подкармливать фабричными удобрениями я не люблю, а перегной и чернозем это хорошие помощники. Вот из этого же чернозема я буду составлять землю, грунт, для рассады будущего года. Этот же грунт я использую и в огороде. Мне хватит вот этой кучи, конечно, не на один сезон, еще на будущий год останется. Один из компонентов для выращивания рассады, это чистая, экологически живая вот такая земля чернозем. Намного лучше, чем покупная из пакетов. Если вы хотите серьезно заняться с огородничеством, выращивать хорошую рассаду, получать богатый урожай, чернозем вам нужно применять обязательно. Хотя бы один раз в несколько лет покупайте чернозем. Он продается во всех городах, я знаю, машинами. Куда-то его складывайте, храните и добавляйте. Вот именно на основе этой земли мы будем делать почвогрунт для выращивания рассады. Кто не видел предыдущие видеоролики зимние мои, заходите на мою страницу в Одноклассниках, набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Добавляйтесь в друзья, все свои материалы, видеоматериалы и статьи друзьям я рассылаю в тот же день. До свидания. Желаю вам богатых урожаев. Желаю вам богатых урожаев.